Всем привет! Вы на канале Кубфитнес. Меня зовут Кристина, я являюсь мастер-тренером нашего любимого клуба и сегодня я раскрою для вас тему кардио-тренировка. И совсем не случайно, первым делом вы видите меня на беговой дорожке. Почему? Потому что большинство людей при слове кардио-тренировка остаться возникает именно с беговой дорожкой, но это величайшее заблуждение. Так как кардио-тренировка это не только беговая дорожка, это может быть и велосипед, и степпер, и эллипсоид, и ходьба на улице обычная, и классические приседания. Но основной смысл каждой кардио-тренировки заключается в том, что вы должны усвоить три главных правила, что любая кардио-тренировка делится на три группы. Итак, первая группа это низкоинтенсивная кардио-тренировка, при которой мы работаем на минимальном пульсе. И если взять наш пример, беговая дорожка, то это классическая ходьба, либо ходьба с ускорением на скорости 5, максимум 7 км в час. Вторая группа это среднеинтенсивная кардио-тренировка, при которой вы бежите на среднем пульсе, либо быстро идете на пике бега со скоростью 9, максимум 10 км в час. И третья группа это высокоинтенсивная кардио-тренировка, при которой вы бежите на максимально приемлемом для вас пульсе со скоростью 15, а кто-то и 20 км в час. Что я в последнем не рекомендую, потому что это уже не аэробная, а анаэробная тренировка, при которой вы палите, сжигаете свои мышцы. Они как не гликогены, уж не тем более жир. Слово сочетания сжигания жира не совсем правильное. Я напомню, что жир не сгорает, а он окисляется. И окисляется он у нас в теле именно при низкоинтенсивном, либо среднеинтенсивной кардио-нагрузке. Поэтому я вам настоятельно рекомендую следить за своей пульсовой зоной и интенсивностью скорости движения при кардио-тренировке. И еще хочу напомнить, что есть такая формула, как 220 минус ваш возраст и от полученной суммы 60-70% это и будет ваша индивидуальная зона жиросжигания. Но если отбросить всю математику и сказать простым языком, если вы молодой растущий здоровый организм, то ваша пульсовая зона будет примерно 140-145 ударов в минуту. А если вы пожилой человек и вам 50-60, то ваша пульсовая зона составляет 110, максимум 125 ударов в минуту. Как я уже говорила, что кардио-тренировка это не только беговая дорожка. Вот другой пример это орбитрек. В чем его преимущество? Здесь в зависимости от цели вы можете загрузить максимально либо свои руки, хорошенечко их поработать, либо загрузить свои ноги. И еще хочу сказать, что на любой кардио-тренировке лучше использовать электронные гаджеты. Это либо наручные часы, либо нагрудные датчики. Тогда вы всегда максимально будете следить за своим пульсом. И самое главное, что я хотела вам сегодня сказать, что кардио-тренировку не обязательно выполнять в зале, либо выходить на улицу. Если у вас нет такой возможности, на улице плохая погода, кардио-тренировку вы можете выполнить и дома. Сделав обычные классические приседания, отжимания, либо с колен, либо с ног. Также можно проработать свой пресс. Сделать классические скручивания. И в заключении проработать свои ручки, сделав обычные махи в сторону. Сделать четыре упражнения по 5-10 раз, повторить 3-4 круга и проработать таким образом все свое тело, задействовав основные мышечные группы. Подписывайтесь на наш канал, приходите к нам в клуб, ставьте лайки. Всем пока-пока!